Если в прошлые годы мы, конечно, более плотно работали с медиумами, потому что у нас было много необходимой информации, нужно было получать. Сейчас мы необходимую информацию практически все получили, и, к сожалению, сейчас у меня нет рабочего медиума, и поэтому сейчас эта работа немножко приостановлена. Единственное, что работая с медиумами, я тоже вышел на этот канал информационный, и сейчас я общаюсь непосредственно уже без посредства медиума, не уходим информацией, а получаем нужное для меня время. И вот сейчас я пишу очередную книгу, называется «Три минуты после полуночи», это «Создание вакцины против рака», и как раз всю информацию я получаю по этому каналу уже тоже как медиум. То есть фактически я как психограф уже работаю как медиум. Естественно, если появится такой медиум стильный, я готов с ним работать. Название новой книги – это «Три минуты после полуночи» или «В поисках вакцины против смерти». Это как раз книга о создании вакцины против рака. То есть это и история почти документальная о Юрии Федоровиче Продане, который создал эту вакцину «Блэстафак», о том, как он ее создавал, о том, как его фактически физически уничтожили, и как эта вакцина вышла на наш, будем так говорить, не то что рынок, а в нашу работу, и, в общем-то, все, что с этим связано. Книга готова уже на три четверти, зимой я ее уже буду готовить к изданию, и, ну, я думаю, после этого года она выйдет в свет. То, что она правильная, я уверен, потому что, когда я работаю как психограф, в прошлом она тоже, эта информация была действительная. И когда я выхожу на какие-то, ну, будем говорить, информационные структуры, здесь не я заказываю музыку, информация приходит она сама по себе. Я считаю, что она правдивая, но и практика показывает как раз то же самое. Информацию, общая информация, которую я получаю во время вот таких сеансов психографии, она подтверждается практически полностью. Ну, за исключением некоторых нюансов. Школа биоэнергетики, она уже обкатана у нас, уже она несколько лет существует, и мы подготовили уже несколько десятков студентов, которые уже, некоторые из них работают, не все, конечно, некоторые работают уже в практической медицине. Такую школу мы практикуем как в Ниженогре, так и в Москве. Единственное, мне вот уже сейчас не очень хочется заниматься базами обучения, мы уже готовить, уже готовых, вернее, специализировать готовых уже экстрасенсов уже на более высокий уровень, ну, в частности, энергетические хирургии. Может прийти любой человек, и если, допустим, идет работа в школе, я уже вижу, кто, вернее, сразу я не могу определить, способен или не способен. Это определять уже в процессе обучения, в процессе работы, в процессе тренингов. И первую ступень, она как раз показывает, способен человек не способен. Из этого числа мы уже отбираем на вторую ступень, это более высокий уровень. Там еще несколько человек отсеиваются, и остаются, как говорится, избранные, которым можно работать уже непосредственно, создавать из них элиту, будем говорить, биоэнергетики. Энергетический луч, он формируется не сразу. Энергетический луч – это способность концентрировать энергию в виде такого узкого пучка, который работает как скальпель хирурга, на камень, почки, например, на опухоль. И фактически этот луч, он формируется из канала. То есть, когда мы подключаемся к биоплазной Вселенной, прокачиваем свой канал, и чем толще, как говорится, канал, грубо говоря, толще каналу биоэнергетика, тем выше способность энергооператора. И когда уже канал хорошо сформирован, и когда очень имеется хорошая связь с биоплазной Вселенной, вот тогда уже можно концентрировать эту энергию в виде энергетического луча. Пациенты энергетический луч ощущают на физическом уровне. То есть, они чувствуют тепло или холод, они чувствуют воздействие, они чувствуют покалывание, они чувствуют боль, эти органы, допустим, воспалён, они чувствуют движение луча, хоть часовой стрелки или прочей часовой стрелки. То есть, они чувствуют его на физическом уровне. Моя личная энергия не тратится. То есть, я работаю только на энергетическом канале, только на энергетическом. Причём луч, он сам регулирует мощность и количество. То есть, если сначала он слабый, потом он набирает силу, и в конце он опять ослабевает. И это уже конец сеанса. Идёт ещё обратная связь, если пациент уже перенасыщен энергией, идёт ответная волна, и это говорит о том, что сеанс нужно закончить. Если в прошлом году я выступал на конференции с темой «Рак излечим», мы давали информацию на тот момент, и мы действительно добились больших результатов. Это применение баластофага, это применение работы с энергетическим лучом, работы с биополем, другими нетоксическими препаратами, то за год произошли большие изменения. Мы в этой области продвинулись значительно далеко, и сейчас разработали методику и ПДН, информационный перенос, действующий начало. С подачи, опять же, академика Маленкова мы начали эту работу. Я долго, конечно, упирался, я немножко не верил в это воздействие, не верил в эффект этого воздействия, но тем не менее он настоял. И мы разработали эту программу, не просто разработали, мы её успешно опробировали и получили великолепные результаты. Ну, в частности, мы как работали с онкологическими больными, так и работаем с ними, и первые вот эти опыты были, конечно, онкологически больных. И мы получили колоссальные результаты, великолепные результаты по излечению больных, используя информационный перенос, действующий начало. Если по первой методике, будем говорить старой методике, у нас уже сотни излечённых больных, то по методике ИПДН, которую мы начали фактически буквально последний год и усилили последние несколько месяцев, естественно, пациентов не очень много, но заметно возросли результаты. То есть, если, допустим, нам с меланомой нужно бороться было где-то полгода, то мы сейчас с меланомой боремся за 2-3 недели. Если, допустим, опухоль кишечника с ней работать тоже приходила в течение года, то мы её фактически за месяц убираем. И вот этот информационный перенос, действующий начало, он усилил все вот эти возможности наши в комнате, если, между прочим, с бластофагом, это великолепное действие. То есть, они друг друга усиливают эти два метода. Методика, которую мы сейчас разрабатываем, и я хочу её представить на конференции, называется информационный перенос действующего начала, или вкратце ИПДН, когда мы для воздействия на определённые органы локально, концентрированно используем ещё какие-то химиотерапевтические препараты, токсического или нетоксического действия. Ну, например, могу показать, что вот есть, например, препарат такой, известный всем в химиотерапии для лечения рака, как 5-2-рассел. Очень токсичный препарат, его применяют в капельницах, он устанавливает метоз клеток, нарушает синтез ДНК и обладает токсическим действием на раковые клетки. Но, кроме побочного действия, имеет побочные действия, пострадают и здоровые клетки. То есть, пациенты переносят химиотерапию очень тяжело. Те, кто сталкиваются с онкологией, это прекрасно знают. Мы же можем этот препарат переносить локально, дозированно, непосредственно не на весь организм, а только на конкретную опухоль или какой-то очаг. То есть, энергетические лучи, проходя через этот препарат, локально воздействуют именно на эту зону. Именно на эту зону токсическое действие на весь организм значительно ослабевает. Единственное, отрицательным действием этого метода на химиотерапию, даже, в случае, на яд, это яд является для организма, то, что у этой методики есть обратная волна или лепестки, так называемые. Во время сеанса и пациент чувствует это воздействие, и оператор чувствует тоже воздействие. И после нескольких сеансов с несколькими пациентами мы болеем точно так же, как болеет пациент после химиотерапии. Поэтому от этого метода мы постараемся сейчас уйти и перейти на нетоксические препараты. Ну, нетоксическим препаратом является, например, геомолин. Это очень полезный препарат. Это броушан или белое каменное масло бессмертия, так называемое тибетское масло бессмертия, или алюмакалию квасы. При локальном воздействии на раковую опухоль он тоже убивает эти раковые опухоль, но при внутреннем приёме он размывается на весь организм и действие его значительно ослабевается. Если пропускать лучше этот препарат непосредственно на опухоль, он локально воздействует именно на эту зону и действует великолепно. То есть, ну, естественно, работать с ним приятно, потому что геомолин, он полезен для организма, его принимать можно ежедневно. Вот это препараты мы работаем и будем работать. Если говорить дальше о новых программах, не только об онкологии, мы сейчас разрабатывали ещё несколько методик. Это первая методика, следующая, вернее, методика. Программа омоложения и торможения старения. Работа со стволными клетками и гормоно-омолаживающими сыворотками для мужчин и стволовые клетки для женщин. Тоже так же программа ИПДН будет работать на омоложение. Кроме этого, следующая программа – это восстановление хрящевой ткани. Ну, вот есть у меня композит, так называемый коллаген, хондроидальный композит, который необходим для восстановления хрящевой ткани. К сожалению, организм его не вырабатывает. Если он есть в организме изначально, он больше не вырабатывается. Но мы этот препарат можем также лучом переносить на поражённые органы, то есть это суставы, у которых источнена прокладка, на межпозвонковые диски, которые тоже страдают от компрессии и от сухости. И этот препарат восстанавливает буквально за месяц вот эту хондроидальную ткань. И это одна из методиков. Но она сейчас находится в стадии разработки, потому что пациентов не очень много. В основной силы мы бросили, конечно, на онкологических больных. И это тоже у нас в перспективе. Но уже работает. У нас есть уже больные, которыми мы лечим. В последнее время нам удалось зафиксировать физическими приборами и луч, и само явление переноса. Вот это явление, информационный перенос действующего начала. Мы взяли вещество, уже записали его на матрицу. Матрицу приложили к раствору воды и этим же прибором сняли спектр с воды. И оказалось, что вода, обработанная вот таким как бы несуществующим способом, имеет такой же, то есть несёт спектр этого вещества. Метод, который мы сейчас разработали и успешно применяем, называется информационный перенос действующего начала. В данном случае с помощью энергетического луча биоэнергооператора. То есть не приборами, а именно способностями биоэнергетика. И этот метод сейчас используется и в онкологии, как я сказал, и в омоложении пациентов, и в остановлении старения, и в восстановлении хрящевой ткани. И много-много препаратов, которые необходимо вводить в организм, локально и концентрированно его можно использовать. Ну, в частности, вот есть препарат, например, препарат из хряща акулы. Великолепный препарат, который останавливает рак и опухоли. Дорогущий препарат, но при применении его ПРОС, допустим, или там как-то парентерально, он размывается по всему организму, и эффект, естественно, падает. Мы можем концентрированно, причём одним пузырьком лечить многих пациентов. Вот, допустим, вот этим препаратом мы можем лечить десятки людей. Он никуда не девается, вся информация этого препарата переносится в организм. Как это происходит, я пока об этом молчу, это я буду говорить на конференции. И есть уже методика, и есть уже теория, которая доказывает, как переносить это вещество на непосредственно локальную зону. На конференции «Непознанные» я объясню досконально теорию возникновения этой методики, объясню тактику её воздействия вот этого энергетического луча, и приведу факты, доказывающие эффективность этого метода. Есть ещё несколько программ, о которых я, естественно, умалчиваю, но они будут рассказаны тоже на конференции «Непознанные». «Непознанные» Субтитры создавал DimaTorzok